Всем привет, на связи Мабу, и сегодня мы поговорим с вами про RecyclerView, то есть про способ построения списков в Android разработке, и именно поговорим про направление этого RecyclerView, то есть про ориентацию горизонтально, вертикально, в несколько рядов, как это все выполнить. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет. Если вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня ничего не понимая до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении. Смотрите, что такое RecyclerView? RecyclerView это все, что вы листаете в Android приложении, то есть список постов, список товаров, список опций. Все, что вы листаете и оформляется с помощью RecyclerView. И RecyclerView может быть вертикальным, горизонтальным и в несколько рядов. Например, если вы хотите, если вы будете использовать классическую направленность RecyclerView, то есть такую, как вы видите сейчас на экране, мы обращаемся через U-Binding к нашему RecyclerView по идишнику, да, и вызываем layout manager и указываем, инициализируем как бы макет этого layout manager, инициализируем макет RecyclerView как классический. Что это будет значить? Это значит, что наш RecyclerView будет вертикальным, классическим, будет листаться сверху вниз и будет располагаться сверху вниз. И на одной строчке будет один элемент, то есть это по факту один элемент на всю ширину экрана. Если мы укажем вот следующий код, который вы видите сейчас на экране, то есть мы вот здесь уже указываем макет как горизонтальный и передаем false, то значит, что это значит? Это значит, что RecyclerView будет уже листаться не сверху вниз, а слева направо. И в одной строчке могут располагаться все элементы нашего RecyclerView, то есть это такая некая карусель. То есть по факту мы можем сделать каждый элемент RecyclerView, когда мы указываем макет его, этого RecyclerView, мы можем сделать ширину по контенту, высоту по контенту. И этот каждый элемент, допустим, у нас будет, к примеру, изображение и текст. И вот ширина этого каждого элемента RecyclerView в этом случае будет, зависит либо от ширины изображения, которое мы зададим, либо от ширины текста, от длины текста, да, то есть ту длину, которую текст занимает. И в этом случае мы получим просто листающий элемент по горизонтали. Ну, как вы можете видеть во многих мобильных приложениях, когда мы заходим на тот же каталог с товарами или там каталог с постами, мы очень часто видим список, который по факту не горизонтальный, не вертикальный, а он идет сверху вниз в два ряда. То есть слева один товар, справа другой товар и так вниз мотаем. Такую маркировку, такой макет мы можем достичь с помощью специального приема. Для этого мы создаем некий объект, мы назовем его layout manager, да, инициализируем его как RecyclerView.layoutManager и инициализируем как GridLayoutManager. И здесь внутрь мы передаем контекст, то есть если вы вызываете в Activity, мы передаем this, ключевое слово, и дальше мы указываем количество колонок. Сейчас вы на экране видите макет с семью колонками. Но если вам нужны две колонки, ставите две колонки. А дальше вы, когда обращаетесь к нашему RecyclerView, обращаетесь к layout manager, туда, в layout manager передаете вот этот объект, в котором у нас мы настроили макет нашего RecyclerView. И в данном случае будет у нас RecyclerView в семь колонок. Таким образом можно строить каталоги с товарами, каталоги с постами, любые карточки, там те же два ряда. А также мы можем даже сверстать, скажем так, собственный календарь. Я в этом видео не ставился в цель вам рассказать про то, как создаются RecyclerView. Этому я обучаю на курсе. Если вы хотите научиться делать правильный RecyclerView, RecyclerView с обработкой нажатий, правильной обработкой нажатий, когда мы выносим всю бизнес-логику за адаптер, потому что в адаптере мы в RecyclerView ничего не размещаем. И если вы хотите научиться работать, сделать так, чтобы ваш RecyclerView работал в связке с базой данных, как с локальной, то есть с SQLite через библиотеку Room, так и с глобальной, то есть на сервере из MySQL, то я вам советую записаться ко мне на курс. Ссылки все есть в описании. Ну а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До следующих эфира. Всем пока.